Скандал в Московском государственном университете имени Ломоносова. Профессор вуза, преподаватель географического факультета Вячеслав Бабурин отказался принять экзамен у студента в КИПЕ, еврейском головном уборе. Преподаватель предложил молодому человеку выйти из аудитории или снять головной убор. В свою очередь студент обратился в секретариат и сдал экзамен другому преподавателю, а позже написал жалобу в ректорат. В российском еврейском конгрессе заявили, что инцидент поднимает вопрос о репутации вуза. В самом МГУ на жалобу ответили, что профессор действовал согласно правилам внутреннего распорядка высшего учебного заведения, которые запрещают находиться в помещениях университета, в головных уборах и верхней одежде. Сам Вячеслав Бабурин, преподаватель географического факультета МГУ на студии. Вячеслав Леонидович, приветствую вас. Скажите, правильно ли я изложил всю конву истории или вы ее видите как-то иначе? Ну, вы знаете, на мой взгляд, это совершенно ничтожный сюжет, совершенно такой бытовой жизни, я бы сказал, Московского университета. То есть студент просто нарушил требования устава Московского университета. Как в любом вузе России или мира, всегда есть устав, согласно которому мы в нем работаем и учимся. Если кто-то с уставом не согласен, то у него есть полная свобода в этом учебном заведении не учиться или не работать. Вот, собственно, и вся проблема. То есть я, как бы, никаких претензий к самому студенту у меня нет. Я его, образно говоря, вижу первый раз, к большому счету. А в данном случае я строго шел в соответствии с регламентом. Ну, и сам студент, и большое количество комментаторов вам на это отвечают, что здесь речь идет о свободе вероисповедания. И это не шапка, которая согревает уши от мороза, а нечто иное, гораздо более важное. Ихан, дело в том, что я не профессор и не доктор теологии. Я доктор географических наук. Я в форме верхней одежды и головных уборов не разбираюсь. Вот что это? Вот, как вы говорите, там, кипа, да, я даже, в общем-то, не знал, что это кипа. Там, не знаю, ермолка, хиджаб, челма, который носит там сичи, например, и так далее. Это право каждого. Но когда я прихожу, например, в церковь, я снимаю головной убор из уважения к чувствам верующих, к традиции, которые существуют в данной конфессии. Если я захожу в мечеть мусульманскую, я снимаю обувь. Хотя, может, этого не очень хочется. Из уважения к чувствам верующих. По-моему, человек молодой, который, я так понимаю, раз он на первом курсе еще нет, 18 лет, приходит в храм науки, он, наверное, как минимум должен выполнять устав этого учебного заведения из уважения к тому заведению, в котором он хочет получать знания. Мне хотелось бы, если вы не возражаете, сейчас подключить к нашему разговору вашего коллегу по МГУ. Это Дмитрий Апарин, преподаватель исторического факультета, который как раз иначе относится к этой истории, значимый или незначимый. Но, тем не менее, считает, что ректор МГУ должен извиниться за ваше решение. Дмитрий, правильно ли я изложил вашу позицию? И могли бы вы более подробно о ней сказать? Да, здравствуйте. Это довольно тонкие чувства человека, который является соблюдающим евреям или соблюдающим мусульманинам. И я с вами согласен в том, что это действительно ситуация, которая не должна была вообще случиться и иметь какое-либо развитие. Человек пришел в кипе, человек отвечает в кипе экзамен. В этом нет ничего страшного. И мы действительно у нас не Франция, где это запрещено. Но, с другой стороны, вот я сейчас нахожусь в Лондоне, например, и я дочитаю лекции в СОУС, это School of Oriental and African Studies, типа нашего университетского ИСА. Вот. И у меня на лекции половина девушек была в хиджабах. Вот. И это совершенно не являлось никаким проявлением и уважения к науке, и уважения к чему-либо другому. Мне хотелось бы дать возможность Вячеславу Леонидовичу ответить на это. Вот Дмитрий говорит, что он сейчас находится в Лондоне и преподает там, и половина его студентов, кто в хиджабе, кто не в хиджабе, это не является никаким проявлением неуважения к науке, неуважения к университету или к чему бы... Нет. Нас европейцы учат, что мы должны жить в правовом государстве. В правовом государстве мы должны выполнять те законы и правила, которые в ним установлены. Возможно, в их ВУЗе, в уставе написано, что студент может приходить в верхней одежде и в любом головном уборе, которому хочет. Но в нашем уставе написано по-другому. И в данном случае для меня мой руководитель – это мой ректор. Сейчас подпись сидит под уставом. И я, естественно, выполняю тот устав, по которому живет Московский университет. Если и я перестану его выполнять, если я не буду объяснять студентам, что на столах сидеть не надо, что во время проведения лекции не надо громко говорить и смеяться в коридорах, мешая тем, кто слушает лекции и так далее, то это будет не университет, а будет какое-то другое заведение. Если, например, это будет девушка, пришедшая в платке, не в хиджабе, но в платке, вроде тех, в которых женщины ходят в православные храмы в России. А я не очень понимаю, чем хиджаб отличается от платка. По-моему, по-русски платок, по нерусски хиджаб. По-русски платок, а так и хиджаб. Соответственно, в прошлом году точно такая же девушка пришла в хиджабе, я не допустил к экзамену. Нет, но если это будет девушка в платке... Она не имеет значения. У меня была аспирантка, которая была... Сейчас, секундочку, Дмитрий, сейчас. Православная девушка, она моя аспирантка была, писала у меня диссертацию, успешно ее защитила. Она тоже вот в начале из своих религиозных, она такая глубоко религиозная православная девушка, хотела в платке ходить. Я объяснил, что в Московском университете в платке не ходит, она в платке не стала ходить. Да, Дмитрий, пожалуйста. Нет, ну просто вы понимаете, естественно, университет, светское учреждение, безусловно, но одновременно университет не является антирелигиозным учреждением. И уж тем более университет не является этим учреждением, где происходит унижение человека по его национальным или каким-то религиозным, или каким-либо другим предпочтениям. И университет, по идее, должен быть одним из самых демократичных, одним из самых свободных и одним из самых либеральных вообще институций нашей страны. Но в последнее время я не могу сказать, что это действительно так происходит с Московским университетом. И, вы понимаете, нельзя смешивать сидение на столах, громкий разговор с тем, что человек в кипе, который вообще прикрывает только макушку головы, и которую вообще-то иногда можно даже и не заметить, если у человека черный волос, и его кипа тоже черный. Да, Дмитрий, мы поняли вашу позицию, Вячеслав Леонидович. Ну, во-первых, по-видимому, товарищ путает понятие демократии и либерализм. Вот демократия – это власть большинства. Это большинство приняло устав Московского университета. А вот либерта, свобода, моя личная, это то, что на самом деле противостоит демократии, власти большинства. И в этом смысле, конечно, да, его личная свобода, она вступила в противоречие с демократически принятым уставом Московского университета. И, собственно говоря, в этом случае, если он демократ, он должен принять позицию, нравится она ему, не нравится того учебного заведения, в котором учится. Если ему не нравится, тогда проще уйти. Это как бы свобода выбора заключается в том, что это осознанная необходимость. Я либо учусь в этом заведении, и тогда я выполняю его устав, либо, если я не хочу этот устав выполнять, и он противоречит моим чувствам, убеждениям и так далее, тогда я ухожу в другой устав, где это можно, в Лондон, например. То есть, как бы, человек религиозный, человек соблюдающий, не имеет возможности получить качественное географическое образование в многонациональной стране, которая... Да, ваш вопрос понятен, Вячеслав Ленин. Ну, во-первых, он не учится на географическом факультете, он учится на факультете телевидения, где мы читаем курс по географии. Это как бы первое уточнение, чтобы было понятно. Да-да-да. Потому что все-таки географический факультет – это, естественно, научный факультет. И мне кажется, вообще на естественно научном факультете довольно трудно учиться, где надо изучать законы природы, людям, которые считают, что мир устроен по-другому. Здесь возникает, мне кажется, внутренняя коллизия. Ну, просто я к слову говорю. В принципе, я еще раз говорю. А вот свобода – это всегда свобода выбора, как осознанная необходимость. Вот я либо соглашаюсь с тем порядком, который здесь есть. Ну, не зря же русская пословица гласит «в чужой монастырь» со своим уставом не ходит. Ну, вот, мне кажется, здесь все просто и понятно. Что ответите, Дмитрий? Это не чужой монастырь. Вы понимаете, этот человек не на дачу приехал в гости. Этот человек пришел в университет, государственный университет, в котором он имеет право, как любой гражданин России, ну и как не гражданин России, но за деньги, получать образование. Да, мы услышали вашу позицию. Спасибо вам, Дмитрий Апарин, преподаватель исторического факультета МГУ, и Вячеслав Бабурин, преподаватель географического факультета. Спасибо вам. Спасибо. Мы говорили о скандале, который разгорелся вокруг Московского государственного университета. Ну, вот, наш гость Вячеслав Бабурин считает этот эпизод совсем незначительным. Наш второй гость, Дмитрий Апарин, считает его вполне даже важным. Мы дали возможность здесь, на РТВИ, высказаться обеим точкам зрения.